Всем привет! Сегодня я хочу вам прочитать, ну начать отчитать, Александр Сергеевич Фошкин «Медный всадник». Третье словие. Происшествие, описанное всей повестью, основано на истину. Неподробности и наладнения, заимствованные из тогдашних журналов, любопытные могут сравниться с известием, составленным Верхом. Василий Николаевич Верх — это полковник с 1828 года официальной историиографа русского военно-морского флота. Вступление. На берегу пустынных волн стоял он дом великих полн, И вдаль глядел, пред ним широко, река неслась, бедный челун, По ней стремился одиноко, по мшистым топким берегам, Чернили избы здесь и там, приюту богово-чухонца. И лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца, Кругом шумел и думал он, Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен. На зло надменному соседу природа и здесь нам суждено, Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по вновым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе. Прошло сто лет, и юный град Полночных стран краса и дива Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво, Где прежде финский рыволов. Печальный пасынок природы Один у низких берегов Бросал неведомые воды Свой ветхый невод Ныне там по оживленным берегам Громады стройные теснятся, Дворцов и башен, корабли, Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся. В гранит оделась о Нева, Мосты повисли над водами, И с темно-зелеными садами Ее покрылись острова. И перед младшей столицей Померкла старая Москва, Как перед новой царицей Парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра, творение, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, Береговой ее гранит, Твоих очат, а град узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак в лес безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады И ясно спящие громады Пустынных улиц и светла Адмиралтейская игла. И не пускай тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить рукой Спешит дав ночью полчаса. Люблю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и мороз, Без ксанок вдоль Невы широкой, И вечелится ярче рост, И блеск, и шум, И говард баллов. А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, Пехотных рати и коней Однообразную красивую. В их стройно, Зыблемом строю, Лоскутя сих, Знамен победных, Сиянье шапок этих медных, Насквозь пристреленных, Простреленных в бою. Люблю военная столица, Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная старица Дарует сыну царских дом, Или победу над врагом Россия снова торжествует, Или взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, И, чуя вешние дни ликует. Красуйся, град Петров, И стой, Неколебимо, как Россия, Да умирится же с тобой Побежденная стихия. Враждой плен старинный свой Пусть волны финские забудут, И тщетной злобою не будут Тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье. Об ней, друзья мои, И для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Часть первая. Над омороченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом, Леская шум над волной, В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной, В своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, Сердито бился дождь в окно, И ветер дул печально воя, В то время из гостей домой Пришел Луи Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать Этим именем, оно звучит приятно, С ним давно. Мое пирог к тому же дружно, Призвая, прозвание нам его не нужно, Хотя в минувшие времена Оно, быть может, и блистало, И под пером Карамзила В родных преданиях звучало. Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой живет в Коломне, Где-то служит, Дичит сознатных и не тужит, Ни о почиющем родне, Ни о завытой старине. И так домой-то и шел Евгений, Тряхнул шинель, разделся, лег, Но долго он заснуть не мог В волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, Что трудом он должен был Себе доставить, И независимость, и честь, Что мог бы Бог ему прибавить Ума и денег, Что ведь есть такие праздные счастливцы, Ума недальнего, ленивцы, Которым жизнь куда легка, Что служит он всего два года. Он так же думал, Что погода не унималась, Что река все прибывала, Что едва ли с Невы Мостов уже с ней сняли. И что с парашей будет он? Ни на два, на три разлучим. Евгений тут вздохнул сердечно, И размечтался, как поэт. Женит за мне. Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов, Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой, И в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу параши, Припоручу семейство наше И воспитание ребят, И станем жить. И так до гроба, Рука с рукой, Дойдем мы оба, И внуки наши похоронят. Так он мечтал, И грустно было ему в ту ночь, И он желал, Чтоб ветер был, Не так уныло, И чтобы дождь в окно стучал, Не так сербито сонной ночи, Он, наконец, закрыл, И вот, Редеет мгла ненастной ночи, И бледный денежно встает. Ужасный день, Не вовсю ночь Развалась к морю против бури, Не одолев их бурной дури, И спорить стало и не в ночь, Поутро над ее брак веками Теснился кучами народ, Любой с брызгами, горами, И пеной разъяренных вод, Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла гневна, Пурлива, И затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувала, Серевела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, Как зверя стервенясь Над город, Клинулась пред нею, Все побежала, Все вокруг, Вдруг опустела, Воды вкруг вдруг Втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь, Как тритон по пояс в воду погружен. Осада, приступ, Злые волны, Как воры лезут в окна, Челны с разбега Стекла бьют кормой, Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, Бревна, кровли, Товар запасливой торговли, По жидкой бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища, Плывут по улицам народ, Зрит божий гнев, И казни ждет, Увы, все гибнет, Кров и пища, Где будет взять Тот грозный год, Покойный царь, Еще России, Со славой плавил, На балкон печален, Смутен вышел он, И молвил, С божьей стихией Царям не совладать. Он силы в думе, Скромными очами, На злое бедствие клятел, Стояли стогны озерами, И в них широкими реками Вливались улицы, Дворец казался островом печальным. Царь молвил, И с конца в конец По ближним улицам И дальним В опасный путь Перезреть бурных вод Его пустились генералы, Спасать и страхом обуялый, И дома Тонющий народ. Тогда на площади Петровой, Где в дом в углу Вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом С подъятой лапой, Как живые стоят Два льва сторожевые, На звере мрачном верхом Из шляпы, Руки сжав крестом, Сидел недвижным Страшно бледный Евгений. Он страшился бедный Не за себя, Он не слыхал, Как подымались, Вся жадный вал, Ему подошву подмывая, Как дождь ему в лицо хлистал, Как ветер буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал, Его отчаянные взоры На край один Наведены, Недвижно были, Словно горы. Из возмущенной глубины Вставали волны, Там излились, Там буря вылан, Там носились обломки. Боже, боже, Там, увы, Близюхенькая к волнам, Почти у самого залива Забор не крашеный, Да и его, И ветхий домик, Там они, Давая дочь его параша, Его мечта, Или во сне он это видит, Или вся наша жизнь ничто, Как сон пустой, На снежка неба над землей. И он, как будто колдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может. Вкруг него вода И больше ничего, И обращен к нему спиною В неколебимой вышине Над возглащенной Во внебою стоит С простертой рукой Кумир На тронзовом коне. Вторая часть будет следующая. С вами Влад Уралюкс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok